Геральт из Ривии – ведьмак-истребитель монстров. Лютик Трубадур и настоящий друг. Мильва – лучница в юном возрасте, сбежавшая от домоганий отчима. Краснолюц Золтан Хивай – справедливый авантюрист. Гном Персиваль Шутенбах – торговец разными диковинками и ювелир. Ну и еще Эмиэль Регис Рагелек Терзиев Готфрой – травник-цирюльник и вообще удивительный человек. Но человек ли? Вместе разношерстная компания, которую в обычный день просто так не встретишь. Вслед за ними идет Нильфгардский рыцарь Кагыр. Почему и для чего, он и сам не знает. Но идет следом. Все они неосознанно готовятся к одному событию. К одному сражению, которое произойдет в будущем. Еще не скоро, ведь пока с этой интересной группой мы расстались по дороге к лагерю беженцев. Ведь вместе с ними идут обычные кметы. Из тех, кто потеряли дом в ходе войны, они надеются, что их защитят. Но готовы в любой миг убежать. Они хотят лишь выжить. Мы хотим поблагодарить наших патронов. Дровосек, Анхеоцен, Торкимус, Крэк Нью, Каскейт, Сириас Либер и Чековек. Без вас видео по Ведьмаку вряд ли бы выходили. Если и вы хотите поддержать выход роликов по вселенной Ведьмака, переходите по ссылке в описании на сайт Патреон. Ну а мы продолжаем. К лагерю беженцев отряд Геральта и Краснолюдов добрался довольно спокойно. Там, однако, их ждало сразу несколько неприятных сюрпризов. Первый из них – суд над какой-то сумасшедшей девушкой, которую жрец одного из новых культов называл ведьмой. Весь лагерь поделился на две части. Одна поддерживала жреца и приказывала сжечь ненавистное дитя зла. Во главе же второй части людей встал местный Салтис – высоченный староста Лояпс. В обезумевшей после войны девушке, с которой за последние дни могли произойти самые невероятные ужасы этой жизни, староста видел лишь невинную сироту. Жрец, однако, прямо-таки горел желанием кого-то сжечь. Сначала он обвинил ее в том, что она якобы живьем сварила своего кота. И в доказательство он показал якобы кошачью кость. Наповерх уже косточка оказалась птичей, а кот, о котором говорили, сидел неподалеку, на что обратил внимание досточтимый гном Персиваль Шутенбах. В итоге жрецу не оставалось ничего, кроме как воззвать к суду божьему. Однако Геральт хорошо знал правила этого суда. «Божий суд», – начал Геральт в полной тишине. Это абсолютно верное и совершенно справедливое дело. Ордали, признанные равносветскими судами, и имеют свои правила. Правила эти гласят, что в случае обвинения женщины, ребенка, старика, либо человека неполноценного, перед судом может стать защитник. «Верно я говорю, староста Лояпс?» «Так вот, я объявляю себя защитником». «Огородите ресталище. Кто уверен в виновности этой девушки и не боится суда божьего, пусть выйдет на бой со мной». Слова ведьмака были довольно благородны, но Белый Волк однозначно недооценил пресловутого жреца. Ведь тот довольно просто выкрутился из ситуации, заявив, что настоящий суд божий может пройти только в том случае, если человек голой рукой вытянет из огня добила раскаленную подкову и пройдет с ней несколько шагов. В таком случае оказываемая человеку божественная помощь, казалось бы, неоспоримой. Это задание для не сильно верующих спасительные высшие силы Геральта и его попутчиков казалось безумием. Но сглотнув и смирившись с ужасными ожогами, его уже было согласился пройти Золтан Хивай. Как вдруг из-за широких спин краснолюдов неожиданно Юрка выскочил цирюльник Регис. Худой мужчина быстро добрался к костру, сунул руку в огонь, вытянул раскаленную подкову и спокойно поднес ее к лицу жреца. При этом довольно остроумно над ним издеваясь и демонстрируя, что на его ладони не осталось ожогов. От такого зрелища толпа затихла. Жрец еще сильнее завопил, проклиная этих ища Диада. И быть бы безумной девушке, которую обвинили в ведьмовстве освобожденной, если бы не внезапное нападение на этот лагерь беженцев Нильфгардского войска. Ведь как только люди заслышали шум приближающейся конницы, они тут же забыли о разных судах божьих, побросали все, что имели и просто начали убегать, улепетывая, куда глаза глядят. Второй неприятный сюрприз, который постиг отряд Геральта, это всеобщая паника. Люди кидались по лагерю, ища близких и родных, и пытаясь побыстрее отсюда скрыться. Лагерь беженцев должен был стать легкой добычей для конников войска черных. И можно с уверенностью заключить, что в живых они оставят не слишком много людей. Опять на первое место встал самый обычный инстинкт самосохранения. Перед тем, как наступил настоящий ад, Золтан и старостал Аяпс еще успели закинуть горячую подкову жрецу в штаны. Так чтобы тот на будущее знал, как это – обвинять в ведьмовстве невинных девушек. Когда же бежать уже было поздно, Геральт и Лютик попытались спрятаться от конников под перевернувшейся повозкой. Трубадур был уверен, что конь никогда не наступит на человека, который лежит. Как жаль, что об этом поверье не слышали сами лошади. От скачущей мимо кобылы Геральт получил удары копытами в висок и по колену, а потом он потерял сознание. Ведьмак очнулся уже в окружении солдат. Но не Нильфгардского, а Тимерского войска. Похоже, что отряд черных остановили и обратили в бегство. Жаль только лагерь убеженцев, это уже не слишком помогло. В итоге ситуация оказалась лучше, чем можно было предположить. Ровно до того момента, пока за дело не взялся Лютик. Когда их спросили, кто они такие, Трубадур взялся обохвалиться и требовать, чтобы их освободили. Он представился знаменитым поэтом, бравировал знанием титулов и абсолютно не рассчитал, что у солдат лучше никогда ничего не требовать. Из-за барда обозленные рыцари приписали Лютика и Ведьмака к Нильфгардским шпионам и заставили их идти за лошадьми на привязи. И только в армейском лагере один граф узнал Лютика. Он приказал развязать их вместе с Ведьмаком. Куда подевались лучницы Мильва, непонятный чудотворец Регис и Краснолюды, Белый Волк пока не знал. Да и думать об этом было пока что рано, ведь Геральт с Лютиком попали не просто в лагерь Тимерской армии, но в лагерь войска беженцев из Цинтры. И уж среди этих отчаянных солдат точно были те, кто мог знать не только Барда, но и Беловолосого Ведьмака. Но, к сожалению, произошло так, что самый влиятельный из них тут же показался. Тот, кто помнил, что когда-то Геральт объявил свои права на принцессу Цириллу. Ту самую, которую сейчас все сильные мира сего так тщательно искали по всему миру. К ним приближалась группа, во главе которой шествовал рослый, очень полный седой рыцарь в голубом плаще с золотой цепью на латах. «А вот, господа поэты, сам маршал Виссегерт собственной персоной», сказал Даниэль Эччевери. «Позвольте ваше превосходительство представить вам...» «Нет нужды», – хрипловато прервал маршала Виссегерт, сверля Геральта взглядом. «Мы уже были друг другу представлены. В Циндре, при дворе королевы Каланте. В день помолвки принцессы Паветы. Это было 15 лет тому назад, но у меня прекрасная память. А ты, мерзавец-ведьмак, помнишь меня?» «Помню», – кивнул Геральт, послушно протягивая солдатам руки. Геральт и Лютик практически попали в плен. Обозлённый Виссегерт не хотел слушать никаких доводов. Он воевал, а в это время всё сильнее ширились слухи о том, что Цири в руках у Эмгера, и скоро он станет полноправным владельцем земель, которые когда-то были для маршала родным домом. А ведьмаке же знали только то, что он нашёл Цири и скрывал её какое-то время. Сопоставив эти простые факты, Виссегерт решил, что Геральт отдал девочку Эмгеру. А учитывая острый, незамолкающий язык Лютика, ситуация с каждым мигом только усугублялась. Наконец, маршал решил, что поступки ведьмака могут привести только к одному наказанию. Геральта и Лютика ждала виселица. И только чудо могло их спасти. Чудо или верные друзья. В отличие от Барда с Ведьмаком, охотница Мильва смогла скрыться из лагеря беженцев. Неподалёку она встретила Кагыра, который всё так же следовал по пути Геральта. А потом к ним присоединился и Регис. В безвыходной ситуации даже эта кампания была для лучницы хоть чем-то внушающим надежду. Цирюльник видел, куда увезли Геральта и что с ним произошло. Но как? И как он тогда вытащил подкуву из огня? Вопросы висели в воздухе, а пока он на них не отвечал. Регис предпочитал действовать. Неведомо как, он пробрался к ждущим своей казни Ведьмаку и Барду, усыпил стражников и освободил друзей. Ведьмак уже понимал сверхъестественную природу происхождения Региса, но пока был лишь готов поблагодарить его за спасение. Они выбрались из безвыходной ситуации. По дороге ещё попали под рядовое сражение отрядов армии Тимерии и Нильфгарда. Лютика даже ранили, но они всё же выбрались. И добрались к месту, где их ждали Мильва и Кагыр. И уже там, между Лютиком, Геральтом, Мильвой, Кагыром и присоединившимся к ним Регисом, завязалась сложная беседа. Все они начали выяснять, кто есть кто и что делать дальше. Сначала Цирюльник. Он снова появился из ниоткуда, помог Лютику с его раной и почувствовал, как Геральт приставляет к его горлу меч. Мильва только сейчас заметила, что Регис не отбрасывает тени. Ведьмак же начал объяснять. Оказалось, что вытянутое из огня подкова, как и фантастическое спасение из Тимерского плена, не случайности и не чудеса. Регис был вампиром, да не простым, а высшим. Существом невероятного могущества и чудовищем. Перед тем, как скрыться, он спросил у Геральта лишь одну вещь. Сколько охотник на монстров взял бы за заказ на его голову? Ведьмак ответил, что много, очень много. Вряд ли хоть кто-то мог бы оплатить эту цену. Регис завернулся в плащ и просто исчез. Путники попытались как можно дальше отойти от места формирования Тимерского войска. Когда же они остановились на привал, уже пришла очередь Нильфгардца Кагыра оправдываться перед Ведьмаком. Этого человека выгнать из отряда оказалось не так-то просто. На все острые вопросы Геральта он находил ответ. Иногда даже довольно шокирующий. Как и ты, я хочу спасти Цири. Как и ты, я не переживаю, когда вижу, что кого-то это удивляет и возмущает. Как и ты, я не намерен никому объяснять, почему это происходит. Ты закончил? Нет. Тогда слушаю. Цири, медленно проговорил Нильфгардец, едет на лошади через пыльную деревню. С шестеркой молодых людей. Среди них коротко остриженная девушка. Цири пляшет в сарае на столе, и она счастлива. Мильфа пересказала тебе мои сны. Нет, она не рассказала мне ничего. Кагыр видел сны, те же, что по ночам посещали Геральта. Вещи сны о Цири. И если ведьмак думал, что это просто случайные образы дорогого ему человека, то Нильфгардец знал, что они могут быть правдой. Цири ведь не была у Эмгыра. Вильгифордс не поймал девочку на Таннеде, и сейчас только распускал слухи о том, что владеет львенком из Цинтры. Кагыр владел этой информацией и поделился ей с Геральтом. Ведьмак же окунулся в тяжелые думы, из которых вышел только спустя какое-то время. Он решил, что дальше пойдет сам. Решил, чтобы Лютик и Мильфа отправлялись назад. Беда была лишь в том, что они его вообще не слушали. Они стали его просто игнорировать. Вдобавок к этому вновь появился Регис. Он решил сменить повязку на ране Лютика, или просто не мог покинуть этот отряд сумасшедших. Как и Геральт не мог просто взять и уйти, чтобы за ним перестали следовать. Теперь поиск Цири был личным делом не только для Ведьмака, а для каждого из находящихся в отряде. И Ведьмак не мог, как привык делать это раньше, самопожертвенно взять тяжелую работу на себя. В конце концов, он просто устал спорить. «Чтоб вас всех черти взяли!» Наконец проговорил Ведьмак, пряча ложку за голенище. «Чтоб вас всех черти взяли!» «Вас, кооперированную кучу идиотов, объединенных общей целью, которые никто из вас не понимает!» «И меня тоже пусть черти возьмут!» На этот раз, по примеру Кагыра, тактично промолчали все. Лютик, Мария Баринг по прозвищу Мильва и Эмиль Регис Рогелек Терзиев Готфрой. «Ну и компашка мне досталась!» – проговорил Геральт, покачав головой. «Братья по оружию!» «Дружина героев!» «Прямо садись и плач!» «Вершиплет с лютней!» «Дикие мордастые полудриады полубабы!» «Вампир, которому пять тысяч сто с хвостиком месяцев!» «И чертов не левгардец, упорно твердящий, что он не не левгардец!» «А во главе дружины ведьмак, страдающий угрызениями совести, бессилием и невозможностью принимать решения!» Спокойно докончил Регис. «Нет, предлагаю двигаться инкогнито, чтобы не вызывать сенсаций!» «И смеха!» – добавила Мильва. Да, дальше они согласились идти уже вместе. И их ждал удивительный путь. Но это уже совсем другая история и совсем другое видео. Что ж, на сегодня это всё. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на чертов колокольчик, чтобы не пропустить ни один наш ролик по вселенной ведьмака на канале. Пишите о том, в чем автор мог ошибиться, что вам непонятно или о том, с чем вы не согласны. Если вам очень понравилось, поддерживайте наше творчество на сайте Patreon и при помощи прямой спонсорской подписки здесь на YouTube. Так вы сможете лично принимать участие в создании роликов, выборе тем для них и обзаведётесь ранним доступом к нашим видео. Ещё раз благодарим наших патронов. Без вас видео по Ведьмаку вряд ли бы выходили. В любом случае, спасибо всем за просмотр и до скорого!